Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Главной темой этой недели, которая затмила все остальные, стала детская безопасность. Причиной этому послужили сразу два повода, связанные с историями о пропаже детей. Один из них – задержание предполагаемого похитителя школьницы в Бийском районе. 40-летнего жителя Бийского района Олега Лавкина, которого искали почти две недели, задержали в Ангудайском районе Республики Алтай. Эту информацию подтвердили в Следственном комитете края. Более подробных комментариев следователи пока не дают, как пишут СМИ, подозреваемого по ориентировке узнал местный рыбак. Похищение ребенка Лавкин уже сознался. Напомним, громкая история с исчезновением 12-летней девочки произошла 31 июля в Бийском районе. Ребенок уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Почти два дня его искали волонтеры, полиция, спасатели и все неравнодушные. В ночь на 2 августа школьница вернулась домой и обо всем рассказала. По словам местных жителей, подозреваемый над девочкой не надругался. Еще одна история, всколыхнувшая общественность на этой неделе, связана с обнаружением останков человека в реке Черемшанка, что под Новоалтайском. Не исключено, что останки принадлежат 11-летней школьнице Ксюше Боковой, которая пропала 7 лет назад. Ее родители, правда, опровергли слухи о том, что были на опознании ребенка. Следующий наш материал о том, каким было 7-летние ожидания. Это исчезновение так и останется, пожалуй, одним из самых загадочных в Алтайском крае. 28 марта 2014 год. Ксюша Бокова вместе с подругой возвращается из школы занятий по ПДД. Только в этот день Ксюша так и не вернется домой, хотя до него останется каких-то метров 200. Девочка пошла в свою сторону домой. Дочь моя должна спуститься, была по трудовому ниже к пойму реки, перейти мост. Вот подошла и на горе у нас возле дома подняться магазин. Магазин она за хлебом не зашла. Вот это небольшой промежуток, ребенок пропадает. Тогда к поискам пропавшей Ксюши присоединились сотни неравнодушных людей. Помимо волонтеров и полиции, это были и мошенники, и даже экстрасенсы. Так, например, новосибирская ведьма Елена Голунова утверждала, что Ксюша Бокова жива, и ее насильно удерживают в одном из коттеджей. Но так или иначе, уже несколько лет назад было возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка. Хотя накануне также в СМИ появилось такое предположение, что девочка могла сама уйти нечаянно под воду, и ее могло затянуть выл. Все, вылазь оттуда. Здесь я переброшу. Это кадры снятые спустя несколько дней после пропажи 11-летней Ксюши. Спасателей следует каждый сантиметр дна. Поиск нельзя назвать простым. Искать довольно непросто. Дно илистое. Местами глубокое. Ямы всеразличные. Да и так. Всякий брод. Вода холодная. Но, тем не менее, люди помогают. Людей много собралось. И вот спустя 7 с лишним лет жители Новоалтайска заговорили о том, что Ксюшу Бокову, возможно, нашли. Местный рыболов обнаружил в реке Черемшанка чьи-то останки. Утверждать о том, что это именно Ксюша, пока нельзя. От 10-ти где-то. В 10-ти я пришел. Уголь должен был привезти. В ограде убирался. И вот они вот. С этого времени до 8-ми вечера. Тут столько машин было. Аж люди все удивились. Идут разговоры, что вроде бы может быть и она. Прошло 7 лет. Я говорю, у нас течение здесь большое. Особенно половодие, когда идет. В этом году было сильно, очень сильно половодие. Спускали с водохранилищ в воду. Течение было дикое. Воды было очень много. Так что могло и унести. Все эти годы в соцсетях идут споры. Периодически в интернете появляются фотографии подростков, которые якобы похожи на Ксюшу. И якобы Ксюшу видели то в другом городе, то в цыганском таборе. Но очевидно, что это лишь разыгравшаяся фантазия людей. Последнее слово за следователями. Сейчас они проводят большой комплекс экспертиз с использованием высокотехнологичной техники. Для установления личности, в том числе с целью проверки принадлежности, костных останков, пропавшей в марте 2014 года Ксении Боковой, назначен комплекс исследований, в том числе экспертиза ДНК. Кстати, вопреки слухам, родители девочки отрицают тот факт, что они были на опознании ребенка. Им, как и всем нам, остается ждать результаты экспертизы. А это процесс не одного дня. Ирина Корчагина, Данил Захаров, День с толком. Как действовать, если ребенок пропал, и как по возможности избежать исчезновения детей? Эти и другие вопросы мы обсудили в интервью с руководителем поисково-спасательной группы «Лиза Алерт» в Алтайском крае Юлией Болговой. Юля, расскажите, сколько лет вы уже занимаетесь поиском пропавших детей, и на ваш взгляд, больше ли детей стало пропадать? Поиском пропавших детей я занимаюсь уже более, двух лет. На мой взгляд, конечно, стало пропадать больше детей. Может быть, даже не пропадать больше детей. Мы стали получать больше заявок на пропавших детей. С чем это связано? С тем, что люди стали знать вашу организацию, наверное, да, в первую очередь? Я думаю, да, конечно, это популяризация нашей организации поисково-спасательного отряда. А можете привести какую-то статистику? Сколько, допустим, было заявок в прошлом году или позапрошлые годы? За прошлый год было получено заявок 81. Это на детей до 18 лет. То есть это разный возраст. Из этих заявок 7 детей, к сожалению, найдены погибшими. Остальные дети были найдены живыми. То есть 70 с небольшим, все-таки положительный исход и вот 7, к сожалению, отрицательных. Да, 7 отрицательных случаев, к сожалению. А вот какого возраста чаще всего пропадают дети? Это ребятишки сознательного возраста или же нет? Чаще всего, конечно, пропадают ребятишки, которые подросткового возраста, ну, либо дети с особенностями развития. Мы их называем так. А какие основные причины? Вот почему дети пропадают? Ну, основными причинами это является уход из семьи. И это не обязательно неблагополучные семьи. Это прям основное заблуждение, что дети уходят только от плохих мам и пап. К сожалению, это не так. И также дети уходят из благополучных семей. Это может быть причина ссора с родителями. Они боятся прийти домой, что они получили плохую отметку, или сломали телефон, или потеряли его. То есть причины различные. Или вдруг какая-то любовь у них случилась к противоположному полу, а родители не одобряют этот выбор. Или также не одобряют просто дружбу с другими детьми, и ребенка за это ругают. И ребенок, конечно, не хочет возвращаться туда, где ему неприятно, и это не его среда обитания. Он пойдет там, где ему лучше. Он пойдет к своим друзьям, где его понимают, где его примут. То есть какая-то такая эмоциональная составляющая, возможно, просто импульс, порыв какой-то, да? Ну, конечно, конечно. Это никто не отменял. Ребятишки эмоциональные. Где-то хотят они показать свою непосредственно самоуверенность, что они самостоятельные, что они взрослые, да-да-да, что они могут все, что они могут сами за себя постоять, что они могут выжить, сами того не понимая, что они могут очень попасть в плохую ситуацию. Ну, эмоции, это дело такое, можно остыть, вернуться домой, да? Но вот помимо ухода из дома, есть ли еще другие причины, вот, скажем так, с криминальной составляющей? Да, конечно, мы это тоже не исключаем. У нас бывают такие случаи, что бывают и криминальные случаи, когда ребенка похитили с какими-то плохими намерениями, да? И, как правило, это самая страшная ситуация, потому что ребенок, как показывает, опять же, практика, жить всего первые три часа после похищения, да. То есть, если в первые три часа ребенок не найден, то уже стоит бить тревогу? Ну, конечно, конечно, это так. Что нужно предпринять, если вдруг пропал ребенок? Какие должны быть первоочередные действия? Первоочередные действия, когда пропадает ребенок, и вы понимаете, что он пропал, во-первых, вам надо понять, что он пропал. У всех это индивидуально. У кого-то это два часа, у кого-то это пять часов. Есть дети, которые вышли со школы, позвонили, пришли домой, позвонили, да? И вы понимаете, что ребенок дома. И вы тогда, если он не отзвонился, вы уже можете забить тревогу, правильно? А если ребенок более самостоятельный и не пришел к определенному времени вечером домой, тут вы тоже можете забить тревогу, то есть что-то могло случиться. Но в первую очередь мы обращаемся в полицию и незамедлительно мы обращаемся на горячую линию нашего отряда. Во-первых, мы, конечно, делаем ориентировку, размещаем ее в соцсеть, в наши официальные группы. Также у нас есть люди, которые задействованы специально для распространения по социальным сетям. Это мы раскидываем в разные группы. Точно так же мы выезжаем на поиски самостоятельно. То есть мы приезжаем, выбираем площадку для себя более удобную, чтобы начать поиск по району. Если это где-то, вот в последний раз вы увидели, допустим, на площадке рядом с домом. Начинаем с района и дальше по количеству увеличения времени мы расширяем зону поиска дальнейшую. Оклеиваем соседние районы, дома и дальше более-более-более дальше. Основные причины вот таких случаев с криминальной составляющей, что происходит? Детей убивают? С какой целью их похищают? Ну, как правило, это... Я даже не скажу, наверное, ну, за выкуп уже практически нет. Да, это действие сексуального характера. Это самое страшное, что может быть с ребенком. Если такого ребенка удалось все-таки найти, он жив, но у него наверняка осталась психологическая травма, как с ним дальше быть? Вот куда обращаться, как помочь ему быстрее восстановиться после вот такого случая? Ну, как правило, работают социальные службы с этим ребенком. Дальше мы не принимаем участие в жизни этого ребенка, этих родителей, конечно. Дальше работают социальные службы и непосредственно психолог. Ну, и чисто мое наблюдение, это все-таки необходимо вот доверительные какие-то отношения, лояльные. И ребенку все-таки надо стать другом в такой ситуации и поддержать его обязательно. Наладьте доверительные отношения с вашим ребенком. Это будет самое лучшее, чтобы он не ушел от вас. Или при какой-то угрожающей жизни ситуации он подошел и сказал, что у меня есть проблемы, и вы помогли ему решить, а не ушел куда-то к друзьям или к каким-то взрослым людям, которые могут наоборот навредить. И опять же говорю, что если вы прекрасно понимаете, что ваш ребенок пропал, мы советуем обратиться незамедлительно в полицию и сразу на нашу горячую линию Лиза Алерт. Это 8 800 754 52. Где возьмут вашу заявку в работу и мы начнем незамедлительно поиски, чтобы ребенок вернулся найденным живым. Спасибо вам большое. В Алтайском крае пересчитают стоимость строительства социальных объектов. Об этом на неделе заявил губернатор региона во время поездки в Тальменский район. Из-за резкого повышения цен на стройматериалы и, как следствие, недофинансирования там на несколько месяцев сдвинулись сроки возведения школы. Строительство стало ключевой темой на этой неделе в рабочем графике губернатора Виктора Доменко. Беспрецедентная ситуация. Суммы контрактов не покрывают затраты. Застройщик долгожданной Тальменской школы, которую по планам должны сдать в 2022 году, аванс уже получил. Но от него не осталось и следа. Из-за резкого скачка цен строиматериалов в несколько раз приходится работать в убыток и при сбою поставок. С такой же проблемой столкнулись и на Тальменском водозаборе. Так, стоимость дизель-генератора с полутора миллионов рублей возросла практически до трех. Строители практически прекратили процентование, испытывают на самом деле и финансовые сложности, но работа людей, технику с объектов не выводят. Да, немножко меньшими темпами строят. Мы этот пересчет по установленным правилам и на основе обосновывающих документов сделаем и готовы будем его дофинансировать и таким образом расходы доплатить. То есть объекты станут для нас стоить несколько дороже. Но для нас важно сохранить наших подрядчиков. Но несмотря на строительный кризис, детский сад в Тальменке уже готов к сдаче в эксплуатацию. Штат набран, оборудование закуплено, идет процесс лицензирования. Помимо денег, выделенных по нацпрограмме «Демография», муниципалитет потратил больше двух миллионов собственных средств. Уже 4 сентября сад примет 250 детей. Средства по госпроектам получило и село Озерки. Здесь открыли новую спортплощадку и совсем скоро появится сквер. Стоимость строительства двух объектов составила 7,5 миллиона рублей. На неделе губернатор края посетил еще один строящийся объект. Речь идет о городской поликлинике номер 14. Ее филиал появится в одном из быстро развивающихся районов на улице Лазурной. Как отмечают в Минздраве, это будет первое типовое здание для поликлиники в Барнауле. Она будет обслуживать 75 тысяч жителей с мощностью до 900 посещений в смену. Здесь будет расположена и вся участковая служба и узкие специалисты, и диагностическая служба. Здесь будет возможно пройти все обследования для населения. И здесь, конечно же, нам, скажем так, требуется решение комплексного подхода, как раз таки закрывая проблему первичного звена для индустриального района. Мы сейчас приняли дополнительно 6 терапевтов, травматолога, которого не было уже в течение 10 лет, вот второго онколога. Но физически посадить дополнительно и принять у меня нет. По поводу, где мы закнулись, да? Да, поэтому здесь необходимо все-таки проработать вопрос мне с министерством и с нашим мединститутом, чтобы к этому времени подготовить молодых специалистов. Потому что их принять заранее будет некуда, а вот к сдаче объекта, чтобы они уже сели на свои рабочие места. Принимать пациента в этой поликлинике будут уже в начале 2023 года. На строительство нового здания затрачен миллиард рублей. К слову, такие же современные корпуса появятся до 2025 года и в Центральном районе. Правда, где именно, пока неизвестно. Тем временем, в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования тестируют новую роботизированную систему, которая позволяет хирургам проводить на новом уровне сложнейшие операции по протезированию крупных суставов, тазобедренных и коленных. Она прибыла к нам для клинической апробации. Мы сегодня сделали уже за эти дни 4 операции. Они прошли все успешно. Стоимость такого американского робота 96 миллионов рублей. И на сегодня это единственная за Уралом подобная машина для операций. И, как говорят в Центре, это новый этап в развитии высокотехнологичной помощи в Алтайском крае. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Игоревич, с прибытием вас. С тобой, да. Спасибо. За наиванием празднования наград. Спасибо. На этой неделе губернатор края встретился с Сергеем Каменским. Успешное выступление нашего земляка на Олимпиаде в Токио стало с одной стороны поводом для гордости, с другой толчком для важных решений. Глава региона обсудил со спортсменом развитие спортивной инфраструктуры в крае. В частности, разговор коснулся обновление стрелкового клуба в Бийске, где тренируется сам Каменский. Год назад там за 12 миллионов рублей отремонтировали зал, частично обновили спортивное оборудование. Тут нам надо подумать, вот я прочитал, что есть необходимость все-таки обновлять и оборудование. Все-таки это спорт такой высокотехнологичный, скажем так, и надо современно на современном готовиться. Раз у нас есть такая школа, есть система подготовки, есть спортсмены, которые высочайших успехов достигают. В ходе беседы Виктор Томенко распорядился выделить 8 миллионов на приобретение и установку спортивного снаряжения. Анна Рашагирова, Артем Гусельников, Дмитрий Дроздов, Александр Антропов, Александр Лизратов. День с толком. К другим темам. На этой неделе довольно громкое происшествие случилось в Барнаульской поликлинике. В ней торговали прививочными сертификатами. Такую информацию подтвердили в правоохранительных органах. Их сотрудники провели контрольную закупку в 14-й поликлинике. О том, сколько медиков незаконно торговали сертификатами, не сообщается, но по предварительной информации это минимум один врач и одна медсестра. Каких-либо других подробностей по данному факту нет. Главврач поликлиники Дмитрий Денисов по телефону сообщил СМИ, что не владеет информацией и поэтому не может давать комментарии. Не объясняют ситуацию и в Минздраве края. При этом в ведомстве отметили, что оказывают всевозможное содействие правоохранителям. Добавим также, что в социальных сетях и интернет-каналах в последний месяц регулярно стали появляться объявления о продаже сертификатов о вакцинации. Злоумышленники готовы изготовить поддельный документ в среднем за 6 тысяч рублей. По закону изготовители и продавцы, а также покупатели сертификатов рискуют получить крупные штрафы и уголовную ответственность вплоть до реального лишения свободы. На этой неделе получила продолжение еще одна нашумевшая история, связанная с положением медицины края. Главный врач Тальменской ЦРБ, вокруг которой в начале августа разразился скандал из-за острого дефицита узких специалистов, обвинил подчиненных в отсутствии моральных принципов и завышенных запросов. Об этом он написал в ответе на официальный запрос. Между тем, после обнародования ситуации на жителей села, которые не побоялись рассказать о проблеме, местная власть начала оказывать давление. Подробности далее. На прошлой неделе мы посетили Тальменскую ЦРБ, три педиатра которой обслуживают 42 населенных пункта. Двое из них молодые врачи. Они целыми сутками ездят на вызовы и заменяют юным пациентам всех специалистов. Я педиатр поликлиники. Поликлиника – это место, где приходишь лечиться амбулаторно, а отделение – это где лежат тяжелые дети. Чтобы лечить таких детей, нужно пройти специализацию на уровень высшего. То есть берешь на себя добровольный риск, ответственность и идешь. По программе «Земский доктор» молодые врачи могут получать по полтора миллиона рублей. Но даже это не является стимулом. Специалисты из села бегут, нередко не дорабатывая положенный срок и возвращая государству деньги. Причины кадрового голода главный врач Тальменской ЦРБ пояснил письменно. Очень жаль, что нынешняя молодежь, да и врачи постарше не хотят и не стремятся работать на селе. Скорее всего, это связано с тем, что в сельской местности тяжелее работать, чем в городе. Это и большая загруженность во внеурочное время. Прошло то время, когда врач отдавал себя без остатка пациентам. Пересмотрены моральные принципы. На первое место вышли материальные ценности. А в сложившейся ситуации в стране и в мире не всегда есть возможность удовлетворить завышенные запросы сотрудников. Иными словами, по мнению главврача, острый дефицит медиков в районе сложился не из-за уровня жизни в селе или напряженных условий труда, а исключительно из-за отсутствия моральных принципов специалистов. К слову, последних оставшихся в районе врачей после выхода в эфир сюжета ждал неприятный разговор. А одного из участников съемки по нашим источникам уволили с работы. Теперь некоторые жители Тальменки боятся в открытую рассказывать о проблемах малой родины. Говорят, себе дороже. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. А теперь к новости глобального масштаба. Последствия лесных пожаров в Якутии на этой неделе ощутил Алтайский край. Так, в понедельник четыре московских самолета, которые следовали в Красноярск, Абакан и Братск, вынужденно посадили в Барнауле. Приземлиться в Красноярском крае стало невозможно из-за плотной дымки от якутских пожаров. К слову, смог от них ощущает уже практически половина России и даже соседние государства. Но в нашем регионе эта проблема может достигнуть апогеев в обозримом будущем. По прогнозам экологов территории Алтайского края входит в список потенциально опасных с точки зрения возникновения лесных пожаров. Это зависит от темпов изменения климата, а они все стремительнее. Подробнее об этом в специальном репортаже Артема Гусельникова. Понедельник. В Красноярске задерживают и не выпускают более 20 рейсов. Затем всю неделю ежедневно пассажиры вынуждены часами ждать посадки. Причина – смог, накрывший Сибирь из-за лесных пожаров в Якутии. Огонь в граничащем с Арктикой регионе бушует больше месяца. По данным Минприроды Якутии, сейчас в регионе горит более 6 миллионов гектаров леса, однако тушат только один из них. Несмотря на это, в операции задействованы 4,5 тысячи человек и 700 единиц техники. Такие силы на борьбу со стихией были брошены не сразу, а только в конце июля, при том, что первые очаги были зафиксированы еще в середине мая. Жители северного региона активно призывали в соцсетях начать тушить леса и возмущались, почему помощь была оказана Турции, позже Греции, а про Якутию чиновники говорили нерационально. Такое отношение не оценили не только рядовые граждане, но и многие специалисты. Это люди говорят не профессионалы, это люди, которые не ратуют за страну, не ратуют за ее, так сказать, лесные богатства, за экологию и все остальное. Только так можно сегодня. Пожар нужно обязательно тушить. Но тема возгораний в Якутии постепенно набирала обороты в медиапространстве. Отчасти от того, что активисты обратились за помощью к всемирно известному зарубежному актеру Леонардо Ди Каприо и особенно после того, как дым от лесных пожаров распространился на тысячи километров. В итоге вопрос подняли на совещании главы МЧС Евгения Зиничева с Владимиром Путиным. Среди предложений в два раза до 14 миллиардов рублей увеличить количество средств для борьбы с огнем и вернуться к советской системе управления. Вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время все это передано в субъект. Довести до норматива штатную щитность работников лесной охраны. По сравнению с советским периодом численность в четыре раза меньше. Другая проблема, которую обсудили в ходе совещания ответственность арендаторов лесных участков. Министр МЧС предложил вернуть обязанность по тушению пожаров на используемых территориях и в буферной зоне, протяженность которой составит 5 километров. Также арендатор должен будет отвечать за неоказание мер по локализации возгораний и выход огня за границы участка. Причина такого предложения анализ пожаров двухгодичной давности. Тогда 90% термоточек находились в зоне лесозаготовок. Значительная часть пожаров в той же Якутии и в Иркутской области, других регионах, где заготавливается древесина, возникают от лесосек после сжигания порубочных остатков. Чем чаще пожары возникают, тем больше леса уязвимы становятся к огню и меньше способны ему противостоять. Даже низовой пожар, когда он проходит, после этого в соответствующих условиях может подниматься сухой травостой, который высыхает и к весне или к осени года накапливается горючий материал. Еще одной причиной катастрофы, считают эксперты, мог стать запланированный поджог, который вышел из-под контроля. В это время было популярно поджечь лес, а потом его разработать. Потому что горельники по правилам должны были использованы в самые кратчащие сроки. Причем стоимость горельника была в разы меньше, чем стоимость зеленого леса. Поэтому было умышленно и на Руси это было принято, что поджигай, а потом значит вырубай этот лес. По словам ученого, один из самых популярных способов создать возгорание взять животное, кошку или собаку, привязать к хвосту жестяную банку с горючим и поджечь его. В панике зверь начинает метаться по лесу. Именно так и начинается пожар. Это могло стать одной из причин катастрофы в Якутии. С мнением об умышленном поджоге согласен и алтайский единоросс по-гоголевски горящей фамилии Александр Огнев. По одной из озвученных им версий причина пожаров диверсия иностранных спецслужб. Есть такие мифы, что прилетают какие-то инопланетяне или пробираются какие-то враги и поджигают леса. Это глупость, никакие внешние силы на это не действуют. Искать проблему, говорит Грибков, нужно среди местных жителей. В 90% случаев возгорания происходят по вине человека. Причинами становятся дизельные генераторы, костры и неправильно функционирующие выхлопные трубы автомобилей. Существующая система предотвращения огня, по мнению экспертов, неэффективна. В случае дальнейшего отказа от модернизации отрасли, пожары продолжатся, и это приведет к глобальным изменениям климата. В том числе пострадает и наш регион. Был проведен на глобальном уровне анализ ситуации, что может происходить с лесными системами в случае, если идет изменение климата. Оно идет, изменение климата, повышается температура и так далее. И вот несколько мест на территории России, в том числе Алтай, они попадают в так называемую красную зону. То есть это потенциально возможные большие пожары. И эти пожары могут привести к потере кислорода, выбросу в атмосферу парниковых газов и оттаиванию вечной мерзлоты. А ведь именно на сваях, вбитых в лед и стоит большинство зданий в северной части страны. Все это суммарно приведет планету к катастрофичной и неконтролируемой ситуации. Нужны превентивные меры. Только так получится замедлить темпы климатических изменений. В экологическом сообществе высказывают разные варианты действий. И самый радикальный из них запрет на посещение лесов вне выделенных зон. Но Алексей Грибков считает, что меры должны быть комплексными. Первое – это воспитание людей, чтобы они ответственно обращались с тем же огнем, не допускали возникновения пожаров. Второе – восстановление службы лесной охраны, которая была уничтожена, разрушена во время реформ этой сферы, этой отрасли в стране. Третье – финансирование в необходимых размерах и самого лесного хозяйства, и службы лесной охраны, в том числе службы тушения лесных пожаров. Сейчас смог продолжает накрывать город за городом. Вот фото из соседнего региона, горного Алтая, а это небо Бийска. В Красноярске на неделе объявили режим черного неба. Дымка накрыла даже Екатеринбург, Салихарт и Нурсултан в Казахстане. По прогнозам сайта IQ Air, который занимается мониторингом загрязнения воздуха, этот показатель в Барнауле превышен в четыре раза. Города Барнаул и Бийск минувшие выходные были окутаны дымкой, что жители связались с лесными пожарами в Якутии. Действительно, в некоторых городах Сибири наблюдается задымление в верхних слоях атмосферы, вызванное якутскими пожарами. Местный гидромедцентр считает, что причиной снижения видимости стал туман. Однако горожане ощущают запах гари, несмотря на то, что дымка над Барнаулом не такая плотная, как летом 2019-го. Дышать как-то труднее стало. То есть воздух довольно-таки насыщен углекислым газом. Ну и в принципе тушно очень стало на улице. То есть солнца мы практически не видим из-за смока, из-за того, что вся территория Алтайского края получается покрыта вот этим каким-то дымом. Выезжаешь из города, хорошо становится, потом заезжаешь назад, и уже голова болит, трещит. То есть, думаю, воздух стал хуже. Вижу, когда, особенно с горы, вот спускаешься, видно, блин, над городом висит, да, есть проблемы. У меня идеальное здоровье, отличные легкие, мне не мешает. Но я понимаю, что некоторым может быть тяжело. Дышать труднее стало наверняка из-за того, что количество углекислого газа повысилось в воздухе. Некий парниковый эффект даже наблюдается за счет того, что солнце заслонено дымкой. И в целом жить стало гораздо труднее. Если раньше пожары в Якутии заканчивались с приходом дождей, то теперь экологи говорят об увеличении сроков. Высока вероятность появления очагов, где огонь не потухнет, даже зимой. Именно поэтому смог продолжит распространяться. В зависимости от скорости и направления ветра может пострадать практически любой регион планеты. Тяжелее всего придется людям с заболеванием органов дыхания. И решить эту проблему можно только реанимировав лесную отрасль. Артем Гусельников, Александр Антропов, Данил Захаров. День с толком. Далее яркая позитивная новость недели. В Алтайский край вернулся двукратный призер летних Олимпийских игр в Токио Сергей Каменский. Бейский стрелок из пневматической винтовки с 10 метров пополнил копилку российской сборной серебряной и бронзовой медалями. Как встречали земляка-олимпийца на родине, которого Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством, расскажет Дмитрий Дроздов. Семь часов утра у Барнаульского аэропорта толпа людей с флагами и плакатами. Все ждут московского рейса, на котором домой возвращается настоящий герой. Алтайский спортсмен, дважды призер международных летних игр в Токио Сергей Каменский. Есть медали, это самое главное, это результат. Для нас было очень важно, чтобы наши спортсмены поехали, и это получилось. И важно, что они возвращаются, возвращаются с результатами. Для молодого поколения это правильный пример. Приятно, что твоя медаль не только для семьи, твоя медаль, она в принципе для всего Алтайского края. И сейчас пришли люди, которые переживают, если они болели за него и поддерживают. После красной дорожки и общения с министром спорта края Сергея ждала приличная очередь за фото и автографами. По его словам, 18 дней в Токио были тяжелыми. Кроме тренировки, гостиницы, сходить было некуда. Я чуть с ума не сошел, честно, потому что делать там особо нечего. Ближайшие полгода Сергея ждет отпуск. Его пообещали не трогать, чтобы полностью восстановиться. Спортсмен с семьей и родными отправится в отпуск в Горный Алтай. А после Нового года снова в бой. Тренировки и турниры. И новая цель. Это Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Как в Рио было. Я проиграл и стал вторым, а кто-то выиграл и стал третьим. Но, ребята, а медаль-то второе место и третье, они как-то отличаются все-таки. И сегодня стало известно, что Сергея Каменского отметили на самом высоком уровне. Решением президента двухкратного призера летних Олимпийских игр Сергея Каменского наградили орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Поздравляем земляка и надеемся, он еще не раз прославит наш край и страну своими достижениями. Дмитрий Дроздов, Александр Лизратов. День с толком. Сразу после встречи с болельщиками и прессой Олимпийский призер встретился с губернатором Алтайского края. Виктор Томенко пообещал оказать дополнительную помощь стрелковому клубу в Бийске, где тренируется Сергей Каменский. 8 миллионов рублей пойдут на приобретение и установку спортивного снаряжения разного вида комплексов, оружия и полик. Тут нам надо подумать, я прочитал, что есть необходимость все-таки обновлять и оборудование. Все-таки это спорт такой высокотехнологичный, надо современный, на современном готовиться. Раз у нас есть такая школа, есть система подготовки, есть спортсмены, которые высочайших успехов достигают. И в завершении выпуска еще одна приятная новость. В Алтайском крае в скором времени появится Палеопарк. Это экотропы и уникальный музей, включающий археологические находки возрастом в 300 тысяч лет. Таких мест естественной истории в мире не больше десятка. Но по эксклюзивности артефактов, уверены ученые, наш превзойдет все другие. О последних находках археологов и работе над созданием Палеопарка на территории Денисовой пещеры расскажет Анна Рашагирова. Вот так, крупица за крупицей, археологи в Денисовой пещере собирают то, что здесь копилось сотни тысяч лет. Три хрупкие девушки в непростых условиях вот уже третий месяц буквально воссоздают историю. Правда, самую тяжелую работу помогают выполнять мужчины. Здесь плюс семь вот сейчас, на нашем уровне. Трудности связаны, наверное, с тем, что три месяца в замкнутом пространстве, в маленьком коллективе, далеко от семьи, конечно, скучаем по дому. Но любимая работа позволяет справляться с такими трудностями. Что для обывателя просто песок, то археологу целый клад для изучения. Сначала его нужно доставить к реке и промыть, затем тщательно очистить. Хотя уже после материал попадет в руки палеонтологов. И здесь начинается самое интересное. Мельчайшие частицы нередко оказываются сенсационными находками. Возраст данных находок определяется примерно 40, 45, 35 тысяч лет в таком диапазоне. Допустим, вот интересный предмет, можно сказать, что это очень резкая находка этого сезона, этого года. Это крупный фрагмент кольца из мрамора, который был изготовлен, целиком выточен из небольшой мраморной гальки, из берегов реки Аной ближайшей. Его сверлили, растачивали, шлифовали. Это кольцо, по мнению ученых, принадлежит самому Денисовцу. Отсюда следует, что уже 40 тысяч лет назад первобытный человек думал не только о пропитании, но и о красоте. Умея обращаться с камнем, создавал украшения. Сейчас мы твердо знаем, что денисовцы обитали в пещере, так сказать, с самого начала функционирования этой пещеры как археологического объекта. И на протяжении как минимум 250 тысяч лет они обитали здесь в пещере. Это была не привнесенная культура, а культура, которая сформировалась на местной основе. Это очень важно. То есть у нас это была не периферия древнего первобытного мира Сибири-Алтай, а это был один из центров. Среди найденных вещей не только украшения, но и орудия труда. Причем как денисовца, так и неандертальца, который долгое время жил с ним в одной пещере. Археологи нашли даже фрагменты тела их совместного ребенка. Эти и другие находки позволяют создать здесь не только музей, но и целый палеопарк. Для этого был создан общественный фонд «Денисова пещера». Его попечителями стали алтайские чиновники, бизнесмены и ученые. На прилегающей территории к Денисовой пещере предполагается обустройство. Оно планируется в связи с тем, что здесь необходимо создать удобные, комфортабельные места для парковки автомобилей, экотропу, малые формы архитектуры, под которые будут характеризовать артефакты, найденные в Денисовой пещере. А чтобы облегчить долгую дорогу туристам до Денисовой пещеры, фонд задумался о строительстве новой трассы, которая свяжет несколько туристических центров – Биск, Белокуриху, Солонешное, Денисову пещеру, Устькан, Коксу и Белуху. Можно также выйти на Кошагач, на Чиндек. И, конечно, Белуха здесь будет привлечением самого большого потока. Он есть. Здесь поток, дорога на Белуху здесь несколько короче. Она требует, конечно, ремонта. Поэтому, привлекая сюда туристов, создавая здесь фонд, газету и вкладывая определенные денежные средства, мы рассчитываем на то, что здесь будет, как мы говорим, Чуйский тракт-2. Проект благоустройства фонд намерен подготовить к концу этого года. А вот на само строительство палеопарка, по прогнозам, уйдет около пяти лет. Анна Рашигирова, Александр Лизратов. День с толком. И на этом все. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Мне же остается напомнить телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи и берегите себя и своих детей.